Тогда пойдем со мной в лес, и ты все обо мне узнаешь. Какое интересное предложение нас с вами встречает сразу же, друзья мои, этот Ани Бани, маленький зайчик, зайчишка, зайчонок, зайка. В общем, погнали проходить дальше. Но не сейчас, а когда рассветет. А то тебя бедного всего аж потрехивает. Да, выгляди-ка, Андрашка, хватит. В прошлой серии мы столкнулись с вот такой вот интересной девочкой, которая кормила маленькую собачку. Мы как раз в школу отправлялись и немножко задержались. Мне интересно, мы хотя бы к концу уроков придем или не придем? Ой, да, провожу тебя до школы. Ой, спасибо. Услышав это, собака согласно гавкнула и бросилась возиться с варежкой. И она гнулась, чтобы подобрать чуть было не избежавшую от меня рукавицу. Ну, если тебе по пути... Мы двинулись навстречу школе и потерявшемуся рассвету. Тут и там в окнах домов загорались огни, словно их обитатели подавали нам неведомые сигналы. За шторами мелькали силуэты и изредка лаяли дворовые псы. Из труб вбился серый дымок. На кухне бомнили телевизоры, звенела посуда. Мы смотрели, как неохотно просыпается поселок, а сами осторожно шагали по заснеженным колеям. Я шел по левой, она по правой, а собака плелась за нами следом. Я ждал, что лиса продолжит свои чудные разговоры, но она всю дорогу молчала, словно играла со мной в какую-то ведомую ей одной игру. Лишь изредка плутовка хихикала, когда собака нелепо чихала от падающих нос и снежинок. Я первым нарушил молчание. Так как тебя зовут? А, ну конечно. Имена, имена, имена. Людям непременно надо вешать ярлыки на все подряд. Ну и как бы ты назвал такую лису, как я? Даже не знаю. Но я читал про лису по имени Алиса. А что? Я не против. Пусть будет Алиса. И не поймешь, шутит она или серьезно. Я оглянулся, словно искал подсказки. У собаки, у темного неба без проблеска зари. Мои немые вопросы оставались без ответа. Впереди уже вырисовывалась школа. Кирпичная коробка, застрявшая в нескончаемой ночи. Свет из окон не сулил ничего хорошего. Деревья часовые охраняли пришкольный участок. Крик, детский смех и чей-то свист разорвали тишину. Мы ходили сюда с мамой, как только приехали в поселок. И тогда школа казалась уютной. Пустые коридоры, пахнущие полиролью, пушистый снег снаружи. Второй раз я пришел один за учебниками и все пытался представить ровесников, скатывающихся по перилам, малышей, бегущих в библиотеку и учителей, важно вышагивающих по коридору. На пороге, на хлопоченных на затылках шапках и спортивных штанах курили старшеклассники. Их вид развел мои представления о школьном уюте. Колючие глаза и желтые от никотина зубы, кривые усмешки. Все это вгоняло тоску, равную помочь их мурому зимнему утру. Погрузившись в мысли, я совсем забыл про попутчицу. Кого-кого, простите? Вот и я о том же. Она проигнорировала вопрос. Я поколебался. И хочется и колется, говорит мама, когда я никак не могу решиться. Мысль о маме помогла ответить. Я после школы сразу домой. Эх, Антоша, Антоша. Это я тебя так просто отпустила. Другие же незаметно подкрадутся со своими улыбочками и вцепятся. Клеща меня оторвешь. Попомни мои слова. Элиса разъянула пасть в широком зювке. Что еще за трюк такой? Кто-то из прибегавших вдалеке ребят выкрикнул мое имя. Я машинально обернулся на крик. Увесистый снежок пролетел в полуметре от моего плеча и задел собаку. Ах. Так, кто собаку снежком сейчас огрел? Я пойду на костель. Ща наваляю. Жалобно тякнув, дворняжка припустила в сторону ручья. Только хвост мелькнул. Темнота пожрала ее. И лисичка пропала без следа. Растворилась в морозном воздухе. А может, в тень мою спряталась? Я сглотнул жвачку. Вот же не повезло. Глубоко вздохнув, я двинулся к школе. К запаху котлет в тесте, клюющемуся на снег свету. Ну, войти, конечно. Но я бы хотела огреть снежком того, кто в собаку бросил. Что за повез... Что это за манера обязательно обижать животных? За дверями приглушены звучали голоса. Мигали лампы. Тьма ползла мимо окон. Оказалось, что школа плывет в открытом космосе, как заблудившийся звездолет. Поднявшись на второй этаж, я заметила толпу у расписания. О, да, вон там пропавший ребенок. Все что-то оживленно обсуждали. Я подошел поближе через стену рюкзаков, и спин сумела разглядеть то, что вызвало такой живой интерес. Слева от расписания к стеклу было прикреплено объявление, отпечатан на принтере листок. Ну, это пропал ребенок же ж. Внимание. Пропал ребенок. Матюхин Вова. Матюхин Вова 10 лет, ученик 4 класса. 5 января примерно в 16.00 ушел из дома и не вернулся. Последний раз был замечен на мосту через реку Ольшанку. Был одет в оранжевую куртку с капюшоном, вязаную черную шапку, шарфы и серые варежки с зелеными... Ребята, это его варежки. При себе мог иметь пластмассовый автомат. Особая примета, рост 142 сантиметра, худочевое телосложение, волосы русые, глаза зеленые. Всем, кто может сообщить информацию... Так его звали, 4 класс. На зернистом отпечатке Вова был мертвецом с черным ртом и темными провалами глаз. Может, это живущий в чащобах мрак впитался в его поры и изувечило лицо. Пластиковый автомат не защитит от шепота ветвей и выющего ветра. Пустые глаза исчезнувшего школьника сверлили меня, будто молили о чем-то. Но, не выдержав взгляда, я отвернулся и поспешил к окну. Уселся на подоконник. Этаж постепенно заполнялся детьми, они собирались группками по несколько человек. На меня никто не обратил внимания. В сумерках в туалетах детские голоса чеканили считалочку. Я повернул голову в их сторону, приглядываясь к фигурам, но мое внимание отвлекло громкое цоканье. По коридору, гордо задрав подбородок, продефилировала учительница. Каблуки стучали о пол, как копытца. Им вторили шаги девочки, которая держалась рядом. О, это, наверное, дочка учительницы, да? Очень важно, и она остановилась, чтобы шепнуть на ухо однокласснице какой-то секрет. Староста, наверное. Он ей вручает классный журнал. Я думаю, дочка учителя. Катерина, возьми, пожалуйста. Учительница открыла кабинетную дверь, и толпа, галдя и толкаясь, повалила внутрь. Среди всех выделялся высокий рыжатолстяк с прыщавым лицом, до странности напоминавшим гранат. Недоброе предчувствие зашевелило волоски на моем загривке. Встречал я уже ребят с такими бегающими глазами и таким каркающим смехом. Это, небось, местный задира. Давайте будем сейчас их пытаться всех проанализировать. О, это его, наверное, возлюбленная. Девочка, похожая на учительницу. Ее уменьшенная копия. Предостерегла толстякожеством и по расчищенной трубке вошла в кабинет. Какой-то паренек замешкался в проходе, и рыжий тут же пихнул его. Тупай речь ему дело! Я что сказала? Это будет главное, я бежала. Мальчик полетел, размахивая руками в попытке сохранить равновесие. Толстяк рассмеялся, противный гогот подхватил несколько человек в его окружении. Так, чувство мальчику надо будет объяснить, кто тут главный. Они хохотали, словно щелкали ножницами. Большими страшными садовыми ножницами. Кабинет засосал детей, коридор опустел. Мне захотелось вырасти в подоконник. О, чьи-то следы. За окнами редкие фонари боролись темнотой. Барахтались, как флоресцирующие рыбки в черном океане. А что, если сейчас убежать? Выйти туда и раствориться во мраке. Я представил, как бегу по снегу, как он скрипит под моими ногами, и с каждым шагом я все легче, все невесомее. Тель звонка взорвала видение. Я с неохотой отлип от окна. Потом несколько раз глубоко вздохнул, чтобы хоть немного усмирить разбывшийся пульс, и вошел в лес. Фу, какой в лес? В класс! В лес, ну почти как в лес. Только в класс. Может быть, сначала надо было зайти? Чопорная учительница смирила меня раздраженным взглядом поверх очков. Я новенький. Мне вот сказали к вам подойти. Так может быть, до звонка надо было это сделать? Заснеженная лесная тропинка вилась перед глазами. Вовсе не хищно, а умиротворенно шуршали сосны. Она уткнулась носом в журнал и полистала страницы. А фамилия-то как? Петров. Громче говори. Чего мямляшь? Петров. Нет такого. Она долго и тяжело смотрела на меня, точно пыталась уличить в обмане. Хотелось просочиться сквозь линолеум. Слева наблюдали размытые лица. Класс дышал, фыркал единым организмом, как опасный зверь. Ты не ошибся? Нет такого в списке. Предательски дрожали колени, кружилась голова. Я жал кулаки так, что костяшки побелели. Мне сказали. 204 кабинет. Лилия Павловна. 6-й В. Кажется, класс принял мои слова за подобие шутки и разразился хохотом. Что за бардак? Шум резко стих. Класс припрятал с мешки для более удобного момента. Понаберут студентов. Только знают, что губяки свои малевать. А я разгребай, значит? А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже. Подожди здесь. Сейчас. Сейчас я им устрою. Учительница пронеслась мимо. Злобно бормочая, я остался один посреди класса. Будто приговоренный к расстрелу перед строем автоматчиков, я потопился, чувствуя на себе глумливые взгляды. Они трогали, щипали, скользили по коже лазерными прицелами. Воу. Вновь представил, как бегу далеко-далеко отсюда, наперекор холодному ветру, вздымаю над соснами в прыжке. Никого нет вокруг, только попутный ветер. В глазах одноклассников читал синимый вопрос. Этот новенький, он наш или чужак? Кто-то что-то еле процедил, и по кабинету прокатился сдавленный смех. Доску вытри! Легко было понять, кто тут главный юморист. Эй, очкарик! Ты чё, не только слепой, но ещё и глухой? Доску вытри, говорю! Теперь тряслись не только колени. Всё тело било мелкой дружью, и я молился, чтобы учительница вернулась поскорее. Высшие силы услышали мои просьбы. А я б не вытирала из принципа. Тоже мне будет указывать. Это вот с тем? Толстяк демонстративно водрузил рюкзак на соседний стул. Почесал брюхо и ухмельнулся. Класс притих. Семен не шелохнулся. Со скучающим видом он принялся рассматривать портреты писателей на стене. Нужно было что-то делать, как-то выкручиваться, спасать положение. Я... Я прочистил горло и продолжил с давленным, не своим голосом. Я могу за последнюю парту сесть. Там, кажется, свободно. Учительница громко засопела. Посмотрела на меня, на Семёна, затем снова на меня. Ладно. Садись пока туда. А с тобой, Бабурин, мы ещё поговорим, чтобы подошёл после уроков. Будешь по классу дежурить, ясно? Семён криво улыбнулся. Сочные прыщи зрели на кончике его носа. Я пошёл до удари, боясь споткнуться и стать причиной нового всплеска веселья. Сел сзади за самую последнюю парту, на которой грудой валялись старые плакаты. Место для изгоев и места для изгоев заняты. Можно приступать. Вот и хорошо. Начнём урок. Тема. Традиции русской и мировой литературы в рассказе Зощенко «Не надо врать». Толстяк обернулся ко мне. Взгляд его солил долгие дни, недели, месяцы, издёвок и тычков. «Я тебя запомнил», — говорили эти водянистые глаза. Ну вот, нас с вами и запомнили. Уже пару уроков спустя я увидел в своей тетрадке растёкшийся амёбой желтоватый плевок. Фууу. Позже в столовой Семён вроде бы случайно облил меня компотом. А выходя из туалета, он тряхнул мокрыми руками, и морозь попала мне в лицо. Я думаю, надо ему показать, кто тут у нас главный. Перед последним уроком Семён вдруг толкнул меня в толпу воркующих одноклассниц. О-о-о, неприятная ситуёвина! Слушайте, мне девочка почему-то напоминает женскую версию Дракумалфы, я не знаю почему. Они с рукой не расступились, я не удержавшись, ткнулся лицом в грудь той важной девочке, которую раньше принял за старосту. Я тут же отпрянулась, горая от стыда. Неожиданно она подбочинилась. Да никто тебя не лапал, мне честно говоря, кажется, что голос ей нужен был чуточку другой. Я сейчас всё маме расскажу. Тебя из школы выгонят, извращенец. Хотя нет, хорошо подходит. У её глазах было какое-то садистское веселье, словно во взгляде ребёнка, подносящего горячую спичку к беззащитному майскому жуку. Я нечаянно, меня толкнули. Все видели, слепых среди нас нет. Она уставилась на мои очки и радостно осклабилась. Ярость вскипела у груди, но гоготь Семёна охладил мой пыл. Толкнули? Чё, правда? Он подошёл вальяжно, окутывая запахом семечек и гнилых зубов, а затем резко сбил меня с ног. Знаете, не надо себя так вести. Вот так, да? И чё ты сделаешь? Никогда себя так не ведите. Никогда. Хулиган нависал надо мной, всем своим видом, как бы говоря. Ну же, давай, ударь меня, попробуй. Я бы ударила. Давайте попытаемся. Давайте попытаемся дать отпор. Ну, мне было бы интересно, чтобы наш товарищ мог себя в первый же день проявить. Слушай, ты... В горле пересохло, губы не слушались, и голос мой походил скорее на сдавленный писк. У нас подруга есть лиса. Семён издевательски улыбнулся. Фу, какая мерзкая рожа. Давай, давай, продолжай, очкарик. Чё примолк-то? На себя посмотри. Нам всем очень интересно. Если ещё хоть раз меня тронешь. На жабу похож. Семён медленно оттопырил палец и ткнул меня в лоб. Натранул, и чё? Ещё хоть раз! Транул! А вот ещё! Фу! Эй, ещё! Мерзкий пацан. Он тыкал пальцем с такой силой, что моя голова отлетела назад. Только бы не расплакаться, иначе труба. В глаза помутилась. Я рванулся вперед так, что подошвы отклеились от пола, и махнул наугад кулаком. Пацана огрели, так тебе и надо! Картина, открывшаяся моему взору, была прекрасной и ужасающей одновленности. Наверное, сейчас учительница выйдет, ребята, попадос! Семен держался за ушибленное ухо, неизумленно моргал. Неужели я был первым, кто взбунтовался против его абсолютной власти? Надо было бежать, но меня обступили его дружки. Лилия Павловна! Ох, ябеда! Лилия Павловна! Петров Бабурину ударил! Ну почему надо орать? Щеки Семена стали красные, а прыщи побелели, словно головки личинок. Но на губах промелькнула ухмылка, замеченная лишь мною в этом стане врага. Он подошел вплотную, обдал капризной вонью. Тебе! Каранты, да? Или хана? Пиздец! Ну? Голос у него был злым и опасным. Точно кастрюля с бурлящим жиром, с которой сорвала крышку. Я ждал удара. Считал толчки сердца и гадал, куда угодит кулак. В солнечное сплетение? В челюсть? В нос? А он просто развернулся и ушел. Че, перепугался? Мысль, холодная и трезвая, удивительно спокойная, вспыхнула в голове. Сегодня меня убьют. Ой, да ладно тебе ничем, мы дали отпор, мы молодцы! Мы красавчики! После занятий я специально задержался подольше в коридоре, чтобы не идти вместе со всеми. Я к лисе пойду! Семен не появлялся на последнем уроке, и это вселяло надежду. Вдруг он решил избежать дежурства и смотался домой, забыв обо мне. Как смирник, узнавший, что казнь откладывается на день, я облегченно выдохнул. Но не позволил себе забыть и вот он, мстительный взгляд и наэлектризованную пугающую ухмылку. Пока школьники с шумом и смехом расходились по домам, я встал у окна и сделал вид, что перебираю учебники. Я напряженно всматривался в окно. Во дворе и на участке у школьных ворот Семена не было. Я не очень доверил в такое везение, так что решил перестраховаться и немного потоптался в стремительном пустеющем коридоре. Шум ушел на первый этаж. Из кабинета биологии выглядывал скелет, которому какой-то шутник натянул на голову кепку с американским кондором. За дверями туалетов журчала вода. Не остался один в целой школе. Не один, пришла внезапная мысль. Я вспомнила о пропавшем мальчике. Его портрет сейчас висел на доске у расписания. Ребята, а что с мальчиком? Вспомнил, как он улыбается. И что он смотрит на меня. И что он, скорее всего, уже мертв. А? Я вздрогнул и обернулся. У-у-у-у-у. Привет! Привет! Я вздрогнул и мой взгляд уперся в черный фуртляр для скрипки. Потом я заметил, что его держит девочка из моего класса. О, смотрите, хорошенькая какая. Надеюсь, не стерва. На уроках она сидела за первой партой второго ряда. Несколько раз я ловил на себе ее взгляд. И сам укратко смотрел на нее. Просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое. На ручей небыльная девочка, которая не гогочится всеми хором над шуточками Семена. Не перешептывается с Катей, поливая грязью одноклассниц. Все перемены она проводила так же, как и я. Оставалась в классе, либо глядела в окно, либо рисовала что-то в зеленом блокноте. Здравствуй. Я покраснел и притворился, что рассматриваю узор на дождьчатом полу. Круто ты ему врезал. О, я же говорила, мы молодцы. Это вышло случайно. Почти. Я стал рассеянно складывать учебники в рюкзак, чтобы хоть чем-то себя занять. Вроде Семен раньше таким не был. Он к нам недавно перевелся. Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился. Семена даже старшеклассники побаиваются. Представляешь? У-у-у, ребят, ну все. Теперь я поняла, что нам тоже надо его бояться. А ты вот молодец. Не струсил. А я красавчик, я знаю, детка, я красавчик. Я еще не такое могу. И я замычал. А, конечно, нашла смельчака. Герой, что уже почти полчаса торчит у окна, лишь бы ему по шапке не дали. Девочка смотрела на меня чисто внимательными глазами. А ты за рекой живешь? В том деревянном доме? Нет. Откуда ты знаешь? Ну да. Там, наверное, страшно. Да еще через лес идти. Да вообще капец, давай у тебя сегодня переночую. Я бы так не смогла. Упоминание о лесе заставило меня поежиться. Я подумала при переплетенных ветках, о змеящейся тропинке, о бесконечной темноте, что разрасталось, как лишайник среди косых деревьев. И выдал самую настоящую ложь. Ну мы же должны перед девочкой покрасоваться, ну че это такое? Немного помолчав, она вдруг улыбнулась. Словно смахнула на вождение. Привет, Полина. Да уже все в школе знают. Никто же не сомневается. Да, я тебя внимательно слушаю. Полина замялась, будто решая, стоит ли продолжать. А что ты делаешь после школы? О, все, ребят, пошла взрослая жизнь. Нас сейчас на свиданку-нибудь позовут. Ну скажут, мы пойдем пройдем, все сделано. С таким-то героем. От ее невинного вопроса кольнула в груди, но как-то по-особенному приятно. Подожди, у меня есть Алиса, у меня теперь есть Полина. Чего такого? Я запнулся, не закончив фразу. Ребята, куда она пропадает, девочка? Девочка пропала, снежок снизу вверх пошел. Да, у меня Алиса, я же сказал, у меня же Алиса есть. Перед глазами мелькнула хищная улыбка на маске Алисы. Ее насмешливые глаза в прорезях маски, которые я, скорее всего, сам себе придумал. Неужели эта девочка-лисица и правда ждет меня после школы? Или это была ее очередная странная шутка? Интересно, прячет ли она большой рыжий хвост под своей шубкой? От этой мысли я вдруг покрылся мелко испаренной, как после норматива по физкультуре. Захотелось принять душ, словно, сами размышления о лисичке делали меня грязным, пачкали, сбивались с дороги и увозили ее в объятия леса. Меня же лисичка ждет! У меня сейчас занятие, скрипка, а потом я свободна. Дедушка мне репетитора нанял. Наш учитель музыки, он же скрипач. А здесь, в поселке, ему некому преподавать. Только мне. Она махнула в воздухе свободной рукой, имитируя движение смычка по скрипичным струнам. Я почти услышал музыку. А лису я выбросил из головы. Ну зачем ты так? Смотрел на губы Полины, ловя каждое слово и замирал от непривычных ощущений. Они были теплыми, согревающими. А еще щекотными. Казалось, что я маленький, а чувства очень большие и им тесно внутри. Тут говорят, что у нас в поселке маньяк завелся. Да, это я. Я ж навалял. Семену. Раньше со школы меня всегда дедушка забирал, но в последнее время ему не здоровится. Я бросил беглый взгляд на фотографию Вовы. Оу. Глаза колодца изучали меня, рот словно был напомажен черным. Как портрет на могильной плите. Ты не подумай, я не трусишка, просто... Просто мне кажется, что с тобой будет безопаснее. Ну, в общем, Полина попросила нас провести, я так понимаю. Антон, ты сможешь проводить меня до дома? Вот оно. Наконец, все, о чем я читала этим летом в приключенческих романах, о чем тайна Грейзл начинала просачиваться в мою жизнь. Таинственное преступление, прекрасная незнакомка и героическая дуэль. Дуэль. Мысли о Семене моментально отрезвили, вернули на землю, и почва под ногами зашаталась, как палуба корабля. Только бы сейчас не упасть в грязь лицом перед Полиной. Ведь сколько бы я не храбрился, было очевидно и мне, и ей, выставить в драке против такого амбала мне не под силу. Если он и нокаутирует меня, это не самое страшное. Страшное, что это увидит Полина. Засмеется со всеми остальными. Нет, нужно избавить свидетелей от моего позора. Да не, я думаю, что девочка не такая. Если получится. Ты же знаешь, Семен, скорее всего, караулит на школьном дворе. Лучше мне с ним разобраться лично, по-мужски. Хм, глупости какие. Полина отбросила челку со лба и до меня донесся едва уловимый аромат ежевики. Полина была водой, которую хотелось пить, глотая жадно, а жажда все не уталяется. Я вспомнила летние вечера на даче, едкий дым костра, свисающий из заграда соседскую ягоду и мягкий ковер сосновых иголок под подошвой. Редкие безмятежные дни, когда я чувствовала себя в безопасности. Мама отдыхает в гамаке, отец нанизывает мясо на шампуры. Мог ли я при желании различить в треске углей, в смехе родителей и в запахе скоротечного июля намек на будущую катастрофу? Видел ли я, как хрупок и ненадежен этот мир? Полина вдруг хитро улыбнулась. Согласна. Я же не только первая скрипка на деревне, я ведь еще и девочка. Слышала от знакомого хулигана, что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки. Представляешь, у них кодекс чести такой. Знакомый хулиган? Забеспокоился я. Лучше ли он меня? Симпатичнее? Ой, мне на музыку пора. Она сделала пару шагов и остановилась. Удивительно, Полина совсем не похожа на тех красоток журнальных постеров. Или на актрисы с кинофильмов. Ну да, на их младше. Но в свете потрескивающих ламп она была притягательнее их всех. А ты играешь на чем-нибудь? Да, на нервах. Или ты не об этом? Два года назад мне купили гитару. Я живо вспомнила свои жалкие попытки научиться музыцировать. Эмммм, перемен мы ждем, перемен... Песня Цоя точно ложилась на мои мысли и на желание изменить хоть что-то. Та гитара запропастилась куда-то, словно напрочь отказалась переезжать в старый дом у леса. Наверное, родители отдали инструмент кому-то, кому он нужнее. Увы, не играем. Жалко. Ну ладно, я побежала. Пока! Пока. Крик девочки подхватила гулкая эхо. Туфли застучали по школьным коридорам. Не уверен, слышала ли это Полина. Я снова посмотрел в окно. Школьный двор опустел. Только пара ребят из младших классов кидали друг в друга снежки. Никого похожего на грустного Семену с его компанией не было видно. Это вселяло надежду. Ну и что же делать? Полина могла стать моим другом. Первым на новом месте. И потом ей прям могла угрожать встречи с маньяком. А тут я защитник, рыцарь. И пускай последний внутренний голос подвергал сомнению и шептал о побеге. Подальше от убийц, от рыскающих по ночным лесополосам маньяков. Полина стоила риска. Но и рыжая плутовка манила тайной. Обещала помочь найти Вову. А за этим следует награда. Много денег, почти гарантия мира в семье. Подарки для Оли. Я вообразил сестру, счастливую, как те девочки, получающие призыв телепередачи «Звездный час». Ее кружат танцы известные певцы. Может, даже эта новая популярная группа. Иванушки Интернешнл. Мама с папой обнимаются в Останкинском павильоне. А потом мы всей семьей едем в Диснейленд. Полина или... То есть нам сейчас надо сделать выбор? Блин, ребята. Ну я не знаю. Я не знаю, что выбрать. Понимаете? Хочется, конечно, и девочку защитить. Но и хочется, конечно, с Алисой пойти посмотреть, что же там в лесу. Я не знаю. Серьезно, я не знаю. Можно, конечно, сделать хитро. Пока Полина занимается, сбегать с Алисой в лес и потом вернуться. Я на всякий случай сохранилась. Давайте пойдем с Алисой. Попробуем. Полина хорошая девочка. Мне она тоже очень понравилась. Она к нам подошла, единственная, после школы. Но как бы Алисе мы... Ну не то, чтобы первой пообещали, но... По сути, мы с ней первой столкнулись. Она с нами жвачкой поделилась. Интересно узнать, что это за девочка. Застегнув рюкзак, я сбежал вниз по ступенькам. Неловкая ситуация. Но, с другой стороны, у нас с вами есть выбор. Всегда можно подгрузиться и посмотреть с этого сохранения. Снова оценил обстановку во дворе. Уже через окна вестибюля. Никого подозрительного. Входные двери скрипнули. Звук напомнил музыку из триллера. Такая высокая нота. Предшествующая напряженной сцене. Я шустро обогнула школу, стараясь не попасться никому на глаза. Из школьной столовой пахло выпечкой и жженым сахаром. Сейчас мы, наверное, столкнемся с этим чуваком. И вот тут будет проблема, что мы вышли без девочки. То есть они нас побьют. Я замер, увидев силуэт в окне второго этажа. Наверное, это Полина. Чуть склонив голову, скользила смычком по скрипке. Жаль, мелодию не слышно, да и Полина. Просто темный абрис. Рисунок на желтом листе окна. Нехотя, я пошел дальше. Посмотрим, как это все получится. О-оу. На школьном стадионе веревочная сетка футбольных ворот надувалась и опадала. Ветер гонял по полю белые смерчи. Там уже кто-то стоит, да? Где-то неподалеку шумил невидимый трактор, спугнувши стаю каркающих ворон. Звук мотора напомнил рев голодных зверей, загнавшихся за мной по снежным пустошам. Вновь вспомнилась эта странная Алиса со своей маской. А вон и висельник. Сейчас при свете дня было очень трудно поверить в ее существование. Как она там сказала? На заднем дворе возле повешенного. Что за ерунда? Какого еще? Вон же он. Побег, страх. Ну вот же он. Вот же он. Вот же. Я посмотрел на стенку. Слушайте, а там пропал кто-то. Я посмотрел на стенку. Над просмоленной полосой был нарисован пляшущий в петле человечек. Кто-то играл здесь в виселицу. Вокруг человека каракули. Побег, страх, правда. Ближе, мой сладкий. Да ладно, пришла. Я не сразу понял, откуда звук. Взгляд заметался по безлюдному закутку на задворка школы. По окнам, отражающим солнечный свет. По снегу. Проверить. Вот здесь, что ли, она? Но больше негде. Один из сугробов задрожал, словно вулкан, перед извержением. Да ты что, издеваешься? Не успел я опомниться, как белая корка лопнула, и из-под снега выпрыгнула лиса. Она грациозно поклонилась, наслаждаясь произведенным эффектом. Снежок серебрился на ее шубке. Я не представлял, что мысли о хвостатых девочках могут быть такими. Даже не знаю, с чем сравнить. Заразными. Ядовито-сладкими. Отпор не дал, сердце потерял. Она хихикнула так задорно, что я невольно заулыбался. Да ну тебе! Резво зачерпнула гор снега, я скатал снежок и зарядила миволису. Она попыталась вернуться, но было поздно снаряд угодил в плечо. Ох ты ж! Гадкий мальчишка! Да, вот такое! Лиса плавно отпрянула, вооружаясь. Ты хитер? Да мы хитрей! Лобок ты! Да мы ловчай! Ответный снежок прочертил дугу между заснеженным двором и вороньем, реющим над нами. Будет смешно, если ее на самом деле нет. Я хотела пригнуться, но поскользнулся и упал на колени. Пока поднимался, снег прилетел прямо в лицо, палил холодным в щеки. От досады я выругался на всю улицу. Словички из песен Сектора Газа, с кассет, что я слушал тайком от родителей. Будь рядом папа, он выкрутил бы мне уши. Чего-чего, а мат он не терпел и здесь снялся исключительно литературным языком. Да ладно тебе! Не больно же совсем! Она сочувственно отряхнула мой воротник, взяла за локоть и помогла встать. Аккуратно, с недетской заботливостью, сняла мои очки, сдула с них снежинки, а затем протянула обратно. Тоши меня называли только близкие люди. А я даже настоящего лица ее не видела, не знала ни фамилии, ни класса. Не то, есть ли у нее хвост под шубкой. Да, а то я сейчас к девочке пойду, там меня Полина ждет. Лучше поторопиться, а то меня родители станут искать. Но лиса демонстративно зевнула. Родители! Как скучно! Да не будь ты таким занудой! Давай чуть-чуть поиграем. Все равно тебе дома тоскливо. А ты откуда знаешь? Тоже мне тайна. Со взрослыми, да в четырех стенах, тоска смертная. Всегда. У меня от стены взрослых нервный тик. Вот. Она задергала мохнатой лисей бровкой. Я не искренне хохотнул, не решив до конца смешно ли это, вот так вот шевелить частями маски. Ну же, Тоша, решайся. Я же вижу, ты хочешь выиграть. И если победишь... Лисечка приблизилась вплотную и встала на цыпочки, едва не коснувшись шершавым носиком моего лица. В глубине глаз лели веселые огоньки. Пахло от нее чем-то приятным, ягодно-приторным. Возможно, так пахнет независимость и настоящая свобода. Когда у тебя... Всех колопот? Что беситься и уплетать конфеты? Горячий шепот влился в мои уши. Если победишь, буду твоим провожатым. Ну так нечестно! Поверь, мне есть что тебе показать. Найдем твоего Мову! Навнутри у меня сжалась пружина. В животе заныло. Не сказать, чтобы неприятно. Как же странно. Только что я болтала с Полиной, а теперь Алиса тащит куда-то. А если проиграю? Душу из тебя выцарапаю, неженка! Давай, скорей! Засмеявшись, она махнула подолом и побежала к дороге, от которого мы шли к школе. Ее обещание, чуть ли не угроза, загипнотизировало меня. Я нагнулся и зачерпнул снег. Вот было бы у меня специальное устройство, чтобы распознать, когда Алиса шутит, а когда говорит всерьез. Или у таких, как она, всегда третий вариант. Между шуткой и правдой, смехом и горячим дыханием на ухо я хотел победить. Доказать ее за быстроту и свободу, которой слишком много для обычной девочки. Азарт, любопытство и что-то еще, что-то неясное завладели моими чувствами, опьянили. Как тогда, когда я наелся вишен с маминой наливки и лежал сомкнув веки, а кровать вращалась подо мной и голова ходила кругом. Не осплюнул, вытергобы. Поиграть хочешь, лисичка-сестричка? Ну, давай поиграем. Вооружившись снежком, я ринулся за беглянкой. Я так понимаю, что Полина нас, скорее всего, увидела на улице. Вот показалась знакомая улица с деревянными столбами, уже совсем не страшными. Всего-то бревна, занесенные снегом. Крикнешь? Залаются пнепсы. Люди высунулись в окно. Фигурка Алисы маячила впереди дразнилась, но швырять в нее снежком с такого расстояния было напрасно. Только зря снаряд бы растратил. Вдоль расчищенной дороги маячили искалеченные морозом березки. У деревьев выселились огромный снежный холм. Видимо, сюда трактор свозил снег со всего поселка. В такой горе спрячется целый выводок лисичек. Нет, подумалось, лисичка одна не бывает второй. И одной слишком много. Песик, привет, хороший пес, смотрите, какой няшный пес. Возле рощицы бегала моя вторая утренняя знакомая, дворняга с озябшими лапками. Принюхавшись, она пометила голые кусты нам смородины и шустро засеменила к другим. Алиса вынырнула из-за холма. Собачонка поняла уши, одобрительно гавкнула и побежала следом. Ребят, ну а как же собачка? Мы же с ней тоже хотели пойти. Но с Полиной тоже хотелось. Блин, ребят, сложный выбор. Мы мчались все дальше, изредка обмениваясь снежными залпами, хвачаясь, потыкаясь. Впереди рос, поднимаясь до низи облаков в зимний лес. Мы достигли его тени, когтистые и почти осязаемые. Лиса юркнула за исполинскую сосну, явно намереваясь незаметно подобраться ко мне со спины и насыпать снега за шиворот. Это был хороший план, ее выдавала жулька, крутившаяся рядом. Отломив сухую ветку, я решил действовать еще хитрее. Насадил на сучок шапку и поднес к сосне. Пускай решит, что это моя голова высовывается из-за ствола. Чтобы не рассмеяться, я прикусил губу, прыгнул с другой стороны, пульнул снежком в упор. Наверное, Алиса сразу раскусила мою уловку, но позволила мне победить со счетом 3-1. Я был ранен в ногу, она же с простреленным животом и грудью истекала передо мной выдуманной кровью. И молила о пощаде, довязь от смеху. Она притворилась, что кланяется мне, схватила полные горсти снега и, как умирающий воин, в последней отчаянной попытке метнула их в меня. Я легко уклонился, а Гогочий, возмущаясь, одновременно добил воительницу двумя прицельными выстрелами. Живи, Жиги. Научил бы меня жить, раз умный такой. Молчи, ты умерла уже. Тоже мне помеха. Давай сыграем в кое-что поинтереснее. Выстрелив слепую, она кинулась за деревья. Раз, два, прилети, стова. Три, четыре, пять. Время поиграть. Я неуверенно двинулся к бурелому. Шесть, да, шесть. Дыбом волчья шерсть. Померещилось, что я действительно вижу хвост, скользнувший по кустам. Будто привязанно я бросился туда, где ветки захлёстывались, помогая Алисе прятаться. Приходилось раздвигать их, рвать точно паутину. Ветви пружинили в лицо, но не били, а словно гладили по щекам. Я вспотел, но сил оставалось предостаточно. Врёшь, лисичка, поймаю тебя. Голос Алисы плутался за буреломом. Семь, восемь, бьём копытом озимь! А я тебя недооценила. Думала, ты просто мальчик. Уверенный, что она стоит за чахлой осиной, я выскочил на перерез. Но здешняя кустика обманула. Теперь её голос журчал слева. А ты зайчик! Шустренький, хорошенький! Снежок вылетел из тёмного укрытия, просвистел над ухом. Я тебе дам, зайчик! Дай мне зайчика, дай! О-о-о! Яркая лисья шубка мелькнула возле трухлявого пня. Я устремился туда, перепрыгивая через ров. Зайчик, выходи скорей! Мясом накорми зверей! А вот это мне уже не нравится. Самым важным для меня сейчас был меховой воротник, крыжающий за очередным деревом. Губа моя задрожала, как у настоящего загонщика, почуявшегося добычу. Нервево колеса в моих объятиях, такая гладкая и желанная. Ой, всё-всё-всё! Ты победил! Она прислонилась к шершавой коре и засопела. Пожалуйста, давай немного отдохнём. Да шо ж такое, пацана, когда искать будем, ну? Ты слишком быстрый. Слишком сильный. Лакомый. Слишком. Довольный, я подбочинился в ожидании награды от побеждённой. Но вместо приза получил подлый снежок в своё напыщенное лицо. Заливаясь хохотом, хитрейшая из хитрейших рванула прочь, а я даже не думал сердиться. Во что бы то ни стало, надо догнать Алису, опрокинуть её. Оседлать. Сорвать с неё маску и увидеть всё. Бедный зайчик прыгает возле мокрых сосен. Страшно в лапы волку серому попасть. Думает о лете. Прижимает уши. На небо косится. Небо не видать. Небо действительно исчезло за навесом крон. Я ориентировался по лаю глупой жульки, что не отставало от хозяйки. Почему сразу глупой? И настигал. А под ногами мелькала та самая тропинка, что я представляла в школе. Оказывается, нестись во весь опор так легко. Скорее, выше, быстрее! Мне казалось, внутри отворился какой-то потайной ларец с новыми возможностями. Мои мышцы гудели, лёгкие увеличились, и я будто сам стал сильнее. Даже зрение обострилось. Я видел каждую оледенелую веточку, каждую зазубренную на коре. У кустов валялось что-то пёстрое. Деталь одежды. Ещё одно цветастое пятно справа. Алиса скидывала себе вещи на бегу. Как шкуру. Я окрылённо стащил зубами варежки. Раздеться полностью и отдаться ветру до остатка? Скорее! Я потянулся сбросить шапку. Махом откинул всё, что мешает бежать по нескончаемому лесу. Рюкзак тормозил. Я швырнул его в снег вместе со всеми ручками и карандашами в пенале. Цветными тетрадями, в линейку и клетку. Со всеми рисунками на полях и динозавром для Оли. Оля! Вдруг в голове возник отчётливый образ. Сестра застывшего окна в предзакатном свете. Маленькие детские ладошки прижались к стеклу, согрев его отпечатались. Она бы согрела так целый мир. Она смотрит на тайгу и повторяет моё имя. Тоша! Я остановился, глубоко вздохнув, и понял вдруг, как всё это сумасбродно и глупо. Раздеваться в лесу до гола в погоне за лисицей. Я вернулся за рюкзаком, будто за обронённой частью самого себя. Я снова вспомнил, как сестра не любила оставаться дома без меня. Моляла вернуться после школы как можно быстрее. Ну что же я за брат-то? Бегаю по лесу, которым сам же пугал сестру. Веселюсь, когда из-за порог запрещено выходить. Сиди в клетке, Оль, и смотри в сотый раз одни и те же мультики. Тоша! Да, Оленька. Тоша, а куда? Куда так скачешь, чмошник? Ого! Ого! Из вечной темноты за соснами, как дикари из пещер, вышли ухмыляющийся Семён и его гогочущая шайка. Ну здорово, Антошка! Вот это попадос! А на этом мы с вами сделаем перерывчик, друзья мои. Если вам тоже интересно, что же будет дальше в игре Зайчик, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!